Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами гуляем по окрестностям города и смотрим на то, как пробуждается природа. Это поздняя весна, конец мая. Май был у нас очень-очень-очень холодный. 20-го числа даже выпал снег несколько сантиметров. Сейчас же яблони, сливы, черемуха распускают свои цветы, тополя, березы выпускают свои сережки. Конечно, у всех очень много своих текущих проблем и забот. У кого-то сломался телефон, у кого-то на даче унесли всю проводку, у кого-то еще что-то. Но важно уметь в этом сложном мире, угрюмом, уметь наслаждаться прекрасным, которое вокруг нас. Также пробуем все это фиксировать на камеру, ловить интересные и красивые моменты, потом заносить это в архив. Делиться всем этим прекрасным с окружающими. А по поводу всех текущих проблем кто-то умный сказал. Не спрашивай за что, а спроси для чего. Вот это вот грандиозное сооружение, это местная гидроэлектростанция. Там под ней достаточно холодно и еще не растаял лед. А вот это вот место реки, оно не замерзает даже зимой. Здесь мы приехали на родник. И я не успела застать тот момент, когда на роднике еще не сошел лед. Потому что этим льдом я хотела этот лед растопить и потом поливать свои растения в саду. Но не успела. Мы приехали, когда уже все растаяло. И в этот день я набрала много родниковой воды. Литров 50 или 60. Во всех емкостях было все вместе. И попробовала полить растения родниковой водой. Растения, собственно, никак не среагировали. Но пробовала я это делать только один раз. Потому что знаю, что любая подпочвенная вода, колодезная, родниковая, она содержит намного больше солей тяжелых металлов, нежели, например, водопроводная вода. Но все-таки она чистая, природная. Поэтому один раз я попробовала погрузить свои орхидеи, полить земляные растения родниковой водой. Вот мы приехали на родник, идем к нему. А прудик, который по левой стороне, образовался за счет родника. Это полностью родниковая вода. Вот этот самый прудик. Он очень живописно выглядит. Этот день был очень солнечный, но и очень ветреный. В этом месте пели птички. Они очень забавно чирикали. Вот мы подошли к самому роднику. Вот такой обзор здесь открывается. Конечно, старые деревья, старые пни. Но в этом есть своя какая-то прелесть. Заброшенного дикого места. Этот родник находится в центре дачного поселка. И многие дачники в течение лета сюда очень часто приезжают, чтобы набрать воды. Сейчас поздняя весна. Лес еще не такой зеленый. Единственная зелень – это хвойники и мхи. Как я сказала, день был очень солнечный, поэтому небо очень голубое. Но это первая часть дня. Вторая часть дня была очень пасмурная и ветреная. Вот такой вот мостик подводит к роднику. На роднике всегда имеются обрезанные бутылки для того, чтобы зачерпывать воду. И те части с горлышками для того, чтобы использовать в качестве воронки. Вода в роднике очень сильно упала. Вот в этом роднике есть труба. И если родник переполняется, через трубу вода уходит в этот прудик. Таким образом он и образовался. Место очень тихое и живописное. Вот так вот проходит дорога через дачный поселок. И на обочине дороги находится вот этот прудик. Но на этом прудике я, конечно, здесь не часто бывала. И бывать буду, я тоже думаю, не часто. Потому что я обнаружила еще один родник, который находится недалеко от моего дома. Вот в этом прудике никогда не встречала никаких птичек типа уток или других обитателей прудика. Наверное, правильно назвать это место прудиком. Хотя изначально я называла подобные места болотцем. Вот этот вот родничок. Ручей, как его называли раньше, он проходил вдоль дороги. Ручей тоже образовался за счет родника, который находится в нескольких километрах или даже десятках километров отсюда. Сам по себе уже прошел очень долгий путь и не совсем чистый. Но, как нам сказал мимо проходящий путник, Если пройти несколько метров, можно найти сам родник. То есть стечение ручьев, вот этот вот ручей, он берет свое начало там далеко, на горе 78-го квартала, как здесь говорится. Вот это вот его сход, они соединяются здесь в один ручей. Они, это вот этот родник 78-го квартала и вот этот вот сам непосредственно второй родник, откуда мы и набирали воду. Здесь мы ее уже набрали, стоят остатки емкостей. И вот из этой трубы вытекает вода, чистая, прозрачная. Очень мне всегда нравилось, как смотрятся в воде водоросли. Красиво и по-дикому прекрасно. Вот несколько фотографий для архива. Так и не скажешь, что это находится непосредственно в городе. Всегда видела этот ручей, но никогда не задумывалась, откуда он взялся. Затем мы приехали на море. Ребенок, который с нами был, сравнил этот пляж с египетским пляжем, потому что он весь песчаный. Прибоем смыла ракушечку маленькую. Так красиво отражаются солнечные лучи в воде. Вот непосредственно само солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Это уже другой пляж. Здесь шел дождь. Он красиво омывал все камушки. Камушки заиграли различными цветами. Эти камушки мы пробовали бросать в воду. Вот такие вот красивые кадры получились интересные. Камушков, конечно, я набрала домой некоторое количество. И всегда очень любила фотографировать железную дорогу. Есть в ней какая-то своя особая прелесть. Такой элемент цивилизации в пейзажных фотографиях. Здесь мы приехали на третий пляж. По берегам камни, поваленные деревья. Вот так вот выглядит природа окрестностей поздней весной. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи!